Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Здравствуйте! Меня зовут Далешева Банудукеевна. Я являюсь преподавателем Казахского национального университета города Нурсултан. Я являюсь преподавателем по классу флейта. Сегодня мне бы хотелось поговорить о величайшем композиторе Иоганне Себастьяне Бахе и о его произведениях, написанных специально для флейты. Хотелось бы становиться на сонате номер пять, ми минор. Конечно, творчество этого великого композитора оставило неизгладимый след в музыкальном мире. Гениальнейший композитор. Нам, потомкам, очень приятно, что такой композитор в своем творчестве обратился к такому инструменту, как флейта, наряду с такими инструментами, как скрипка, вилончель и фортепиано. Одно из глубочайших произведений это «Партита» для Сулафлейты. Конечно, это очень прекрасное философское произведение, как и все творчество Баха, которое отличается философским назначением. Конечно же, в этом произведении, в «Партите» ля минор Бах написал четыре части этой сонаты. Они написаны также в танцевальном стиле куранта, сарабанта, алиманта, какие принято было писать во времена барокко. Я бы хотела остановиться на сонате номер пять, ми минор, который написан для солирующей флейты и виола для гамбы и цифрованного баса, то есть генерал баса. Это одно из сложнейших произведений в репертуаре любого флейтиста, которое исполняется практически на всех международных конкурсах. Поэтому я бы хотела затронуть некоторые аспекты этого произведения. Конечно же, в первую очередь, тональность очень удобная для нашего инструмента, не влечет за собой каких-то несовершенств аппликатурных, поэтому очень удобно написано. В силу того, что тогда наш инструмент был несовершенен, так скажем, не усовершенствованен теобальным биомом, это инноватор, музыкант, флейтист, который впоследствии, ровно через 100 лет, усовершенствовал инструмент флейту, и не только флейту, но и практически все духовые деревянные инструменты. До его усовершенствования, конечно, сложно было играть на этой флейте, так как не было тех клапанов и вспомогательной аппликатуры, так скажем. Но, несмотря на это, эта соната звучит очень мощно по-баховски. Звуки должны переливаться, как органная музыка, исходя из одной ноты в другую ноту. Звуковедение должно быть колоссальным, потрясающим и очень-очень точным, выверенным. А также в этом произведении большая роль отведена дыханию. Так как это духовой инструмент, Абах писал в основном, он органист, конечно, и, конечно, писал для органа большие свои произведения. Так же, как и орган, который является духовым инструментом, он тоже извлекает звуки с помощью механизмов мехов. А здесь у нас извлекает непосредственно человек за счет своей физиологии, за счет своих легких. Поэтому я бы хотела сказать, что произведение написано в низкой теснитуре и в связи с этим фритист должен обладать хорошими низами и иметь возможность иметь хорошее дыхание. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Это вот отрывок из соната ми минор, первая часть, которая написана в стиле прелютии, то есть введение. Как вы заметили, музыка льется в первой октаве, не превышая середину второй октавы. Здесь сложность заключается в том, что, как я и говорила, что нужно очень большое дыхание, и одновременно, и одновременно, и одновременно с этим нужно владеть техникой звукоизвлечения, то есть подспудно проявлять какие-то динамические проявления, то есть резкое форте, то есть резкое форте, резкое пиано. И, как вы заметили, нет ни одной паузы. Музыка льется, как на органе. То есть наш величайший композитор не задумывался над тем, что человеку, играющему на духовом инструменте, где-то нужно подышать, вздохнуть. Но, несмотря на это, произведение Баха потрясающе, красивый и очень популярный. Что касается всей сонаты, конечно, написано в четырехчастной форме. Первая часть написана в стиле, в виде прелюдии, в видении, так скажем. Вторая часть, она в стиле фуги, но не совсем фуги, а смешанной, что ли, в виде ронда фуги, что ли, смешанный такой жанр. КОНЕЦ Ну и знаменитая фуга написана в четвертой части, применена Бахом в четвертой части. Очень красивое произведение. И так как она написана в стиле фуги, конечно же, для нас, для духовиков, она является самой сложной частью. КОНЕЦ Сегодня мы познакомились с вами с одним из произведений великого, гениального композитора, полифониста Иоганна Себастьяна Баха. Эта соната является вершиной, вехой в репертуаре любого флейтиста. Поэтому сегодня для меня честь, удостоилась честь соприкоснуться, тем более что-то рассказать, поделиться своими какими-то наблюдениями в изучении этого произведения. Каждый раз, соприкасаясь с творчеством Баха, каждый флейтист, и в том числе я, мы ощущаем некую тревогу, так как это произведение является очень сложным не просто технически, но и в донесении смысла, важности, смысла идеи, концепции великого композитора. На этом все. Я с вами прощаюсь. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok